как правильно общаться с онкологическим больным или человеком который стоит на пороге смерти как правильно общаться правильно это всегда когда с любовью правильно это всегда когда с тактом правильно это всегда когда мы максимально стараемся не смущать душу человека уберечь человека который стоит на пороге смерти от лишнего раздражения какого-то беспокойства от какого-то соблазна который может вносить наши необдуманные слова поэтому когда мы общаемся с человеком умирающим тяжело больным надо выверять то что мы говорим не говорить все подряд все что мы думаем подумать насколько наше слово может быть для человека утешительным а еще лучше важным для души спасительным если мы с вами общаемся с родными близкими с людьми которые стоят на пороге смерти то все же важнее общаться на духовной темы важны человека настроить на духовный лад если мы с вами читаем евангелие то нам самим будет легче процитировать что-то из того что мы прочитали это запоминается и нужный момент вспоминается господь так устраивает так выпускает чтобы вспомнили что он прочитали важного из евангелия и если ты человеку нужно услышать господь поможет нам сказать это слово мы донесем до него слово божие хорошо вместе почитать с чем написание если человек близок нам и расположено слушать то это тоже будет действовать на него умиротворяющие утешительно разумительно правильно общаться с человеком настраивая его на прощение обид как сказано в евангелии прощайте и причины будете таким судом судить таким судом осудит и вас мы можем сказать что если мы останемся с обидами то обида как некая болезнь как некая тяжесть душевная будь нами всегда нам хватает других тяростей мы должны нести крест болезни и поэтому нужно избавиться от этого духовного заболевания обиды быстрее простить чтобы господь простил если мы с вами общаемся с тяжелым больным то хорошо подсказать ему что даже в трудных случаях когда болезнь казалось бы обладает человеком полезно научиться бога за все благодарить это очень трудно очень трудно потому что когда у тебя все болит трудно благодарить они до трудно просить даже но все же иногда бывают некие такие светлые промежутки когда человек становится легче и в эти промежутки надо вложить усилия веры и попытаться бога благодарить за все что было раньше и даже за всю тяжесть болезни которые попущены богом там где благодарность там особая милость божия поминается история иконы божией матери целительница как один инок находясь на смертном одре уже ослаб и чувствуя что он умирает перестал просить бога об исцелении и только обращался к божией матери и прославлял ее и читал ей совершенно простые обычные молитвы и богородица не в радости и все все что он знал и в конце концов божия матерь явилась ему и прикоснулась к его одру и инок исцелился и стал здоровым настолько что даже чисто пару дней уже мог служить он был щенослужителем вот такой случай который вошел в канон иконы божией мать и целительница очень показателен если мы прославляем бога даже смертном одре то господь если не исцеляет наше тело то исцеляет нашу душу дух отворяет поддерживает укрепляет и помогает перейти в вечность с мирным сердцем спокойной душой с любовью всех прощая наше дело сказать нашли подсказать подсказать то что будет наиболее спасительным для человека то что поможет ему звуком соединиться то что поможет чтобы не разлучиться со христом то что поможет ему подготовиться к вечности надо ли говорить человеку о том что он умирает но в особых случаях люди могут это понести когда чек готов наиболее духовен но в целом все же лучше говорить о жизни о жизни вечной жизни во христе говорить о близости божией говорить о силе божией который может все силе божьего воскресения и такие слова они всегда утешут они всегда духотворят они настроят человека на правильный духовный лад внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео